Поклонение волхвов Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы из востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это Ирод, царь, стревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка «И ты, Вифлеем, земля Иудин, ничем не меньшее воеводство Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выдал от них время появления звезды, и послав их Вифлеем, сказал «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сия, звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и Пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан, смирну, и, получив усеи откровения, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли страну свою. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.